И снова доброе утро. Мы напоминаем, что сегодня в России отмечается День космонавтики, но мы, собственно, продолжим тему космоса. В нашей студии очередные гости. Это Алмаз Галеев, сотрудник Астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Алмаз. С праздником. С праздником. Спасибо. Да, мы знаем, что сегодня вы выступаете с лекцией о прорывах астрономической науки. Вот приоткройте немного завесу тайны. Расскажите, о чем вы будете разговоры эти. Ну, по сути говоря, любое развитие науки, оно связано с какими-то открытиями, достижениями. И, по сути говоря, развитие астрономии, вот есть несколько этапов развития, допустим, изобретение телескопа очень большое значение имело, да. Когда появился метод спектрального анализа, очень большое развитие, да, очень много открытий было сделано. А в 20 веке, я думаю, что одно из важнейших достижений – это появление космонавтики. То есть, когда появилась возможность отправить в космос космические аппараты, по сути говоря, астрономия стала экспериментальной наукой. Вот так говоря, потому что вы знаете, что астрономы только наблюдают за далекими объектами, мы не можем их потрогать, никак как-то их изучить с близкого расстояния. А вот, по сути говоря, с помощью космических аппаратов мы можем отправить объект, который иссякнет. И чуть-чуть приблизится. И да, и он непосредственно не звучит. И это действительно очень важная проблема. Вот известный пример есть. Когда отправляли первый космический аппарат на Луну, у астрономов был очень серьезный вопрос, серьезная проблема, потому что считалось, что на Луне очень много пыли. Там очень толстый слой пыли. Не убираются на Луне. Нет хозяйки на Луне. Да, и считалось, что аппарат просто упадет и утонет в этой пыли. А когда отправили, оказалось, пыли там не так много, и ничего, можно работать. Ну, то есть, ваша лекция будет посвящена 20 веку? Или все-таки каким-то последнему? В 21 веке что самое такое? Ну, я думаю, что больше 21 век, чем 20 век. Да, или может быть, над чем работают? Вот сейчас главная, может быть, какая-то цель? Я могу сказать, что в астрономии еще один большой плюс в конце 20 века произошел, это появление современных электронных приборов, электронных приемников и излучения, которые еще усиленнее увеличили возможности. Вот я просто парочку цифр приведу. Вот до первого запуска в космос было известно всего 1700 астероидов. Сейчас прошло 60 лет, известно 750 тысяч. Вот разницу чувствуете, да? Вот это и с помощью космического аппарата открыто, и, конечно, с помощью современных приборов. Ну, конечно, очень много открытий в планшем системе, то есть новые спутники открыты. И, по сути говоря, мы очень хорошо знаем объекты, то, что находится на наших планетах. Даже вот Плутон изучили, ну, фактически отсняли и знаем, что собой представляет поверхность Плутона. Ну, кстати, Плутон сейчас планеты или нет? Потому что признавали, отменяли. Это отменилось давно, и уже бесспорно, это карликовая планета. Это небольшая планета, как наша Земля или Юпитер. Это карликовая планета. Очень интересно, конечно, я могу сказать про Марс, потому что Марс... Да, потому что сейчас вся планета, все ведущие страны думают о том, как полететь на Марс. Что там у нас с красной планеты? Там очень много интересных образований, очень много интересных объектов рельефа. Конечно, это очень удивительно, потому что возможности космологические таковы, что приборы там работают очень долго. Вот я могу сказать, что космический телескоп Хаббла, который все знают, он работает с 90-го года. Представьте, да, уже поколения людей сменились, а телескоп так же работает. То же самое космический аппарат СОХА, американский, который изучает Солнце, он тоже очень много открытий сделает. И то же самое вот с помощью космического аппарата, который изучает Марс, мы знаем лучше поверхность Марса, чем Земли. То есть вся отснята очень хорошо. Ну вот давайте мы предлагаем сейчас вернуться из других планет на Землю. И обсерватория сегодня открыта для всех желающих, да, мы правильно понимаем? Что смогут увидеть посетители? Что самое интересное? Конечно, вот я сам проведу небольшую лекцию, рассказав вот те самые достижения, показая, конечно, интересно людям посмотреть картинки, потому что и даже не просто посмотреть, а объяснить, что они видят. Мы сделали экскурсию по старинным инструментам, обсерватории, историю немножко рассказать, потому что многие бывали и все равно хотят еще раз узнать, пообщаться с астрономами. Ну и если будет хорошая погода, это зависит уже не от нас, может быть, даже удастся посмотреть в телескоп Венеру и яркие объекты. Да, вот в какое время суток все-таки это лучше делать? После захода Солнца, конечно. Вот, да. Сегодня с утра вроде как была погода приятная, поэтому надеемся, что вечером... Склада, то она, может быть, будет еще продерживаться. Ну и самый главный вопрос, который нас всех волнует, и тебя, и меня, и еще 7 миллиардов человек на нашей планете. Да. Есть ли жизнь на других планетах? Что говорят ученые? Я вот лично считаю, что одним из важнейших достижений, за которые давно должны дать Нобелевскую премию, это открытие планет около других звезд. Экзопланеты, это планеты вне Солнечной системы, они были открыты в 95-м году. Ну вот, опять-таки, за счет того самого прорыва, который есть в астрономии, сейчас уже известно больше тысячи планет, причем около тысячи из них открыл космический телескоп. Кеплер, он очень маленький по масштабам, он фактически такой же телескоп, как на Земле маленький находящийся. Но вот космические телескопы позволяют сделать так много открытий, которые на Земле просто не возможны. Вы только увидели в этот космический телескоп все-таки на главный вопрос. Алмаз, вы не отвечаете, уходите от ответа. Интересно то, что там очень много планет. Они очень разнообразны, совершенно разнообразны по условиям. И, конечно, если мы видим тысячи планет, а, скорее всего, их миллионы, то наверняка есть возможность для появления жизни. То есть мы, естественно, да, мы инопланетян не видели настоящих, поэтому можем только предполагать, что, скорее всего... Ну, приятно осознавать, что где-то там все-таки есть. Скорее всего, да. Жизнь, скорее всего, есть, это естественные условия для развития материи, появления жизни. Скорее всего, она где-то тоже есть. Ну что, это отличная новость, я меня порадую. Спасибо большое, хорошего дня, удачной лекции.